Привет! Меня зовут Каимов Даниил. Сегодня мы с вами изучаем физику, а тема нашего урока магнитное взаимодействие. Для того, чтобы перейти к разговору о магнитном взаимодействии, для начала следует отметить такое явление, как постоянные магниты. Магниты названы так, возможно, но не точно, из-за того, что впервые были обнаружены в регионе древнего города Магнесия. Обнаруженные минералы, которые могли притягивать железо, были названы магнетитом. Постоянным магнитом присущи следующие свойства. Сила притяжения магнита максимально на противоположных концах, и эти концы назвали полюсами магнита. Разноименные полюса магнита притягиваются, одноименные отталкиваются. Полюса магнитов ориентируются на географический север и на географический юг. Все это происходит из-за того, что, по сути, Земля является большим магнитом, пускай и не постоянным. Об этом поговорим чуть позже. Полюс магнита, который обращен в сторону географического северного полюса, называют северным, другого южным. На данном рисунке вы видите траекторию изменения положения северного магнитного полюса. Мы с вами прекрасно знаем, что северный географический полюс находится всегда строго в одном месте, а вот северный магнитный полюс постоянно перемещается. По данным за 2007 год, сейчас он направляется к Таймыру, то есть поближе к России. Сейчас же полюс вполне возможно уже находится где-то в Северно-Ледовитом океане. Именно из-за того, что Земля не является постоянным магнитом, то есть ее магнитное поле изменяется, мы не можем на 100% доверять компасу, потому что компас показывает направление не на географический север, а на магнитный север. А на данном слайде вы можете заметить, что они немного отличаются. До начала 19 века считалось, что электрические магнитные явления не взаимосвязаны друг с другом. Однако Ханс Эрстетт доказал обратное. На данном рисунке вы можете видеть упрощенный Петерстеда. Если положить проводник без тока на компас, то направление стрелок компаса не изменит свое положение. Если же пропустить ток через проводник, который лежит на компасе, то стрелка компаса повернется на 90 градусов. Если же пропустить ток в другую сторону, то стрелка повернется на 90 градусов в противоположную сторону. Поговорим же теперь с вами о магнитном взаимодействии. Удалось установить, что не только ток действует на постоянные магниты, но и постоянные магниты действуют на проводники с током. Проводник с током отклоняется от положения равновесия, если к нему поднести магнит. Андре Ампер, приняв во внимание идеи, которые были озвучены до него, провел опыт и показал, что и два проводника с током тоже будут взаимодействовать. Практически так же, как и два постоянных магнита. На данном слайде вы видите лицо Андре Ампера, молодого. Почему-то всегда в учебниках его показывают старым. Перед вами опыт Ампера. Если по двум проводникам, которые находятся рядом друг с другом, пропустить ток в одном направлении, то эти проводники притянутся. А если пропустить ток в разных направлениях, то проводники друг от друга оттолкнутся. Все магнитные взаимодействия тел имеют одну природу и связаны с наличием в телах электрических токов. Опыты показали, что заряженные частицы взаимодействуют друг с другом не только электростатически, то есть тогда, когда они просто притягиваются или отталкиваются друг к другу, но и силами магнитными. Стоит также отметить, что магнитные свойства заряженные частицы проявляют только тогда, когда движутся. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.